В общем, меня уже забросали ссылками мои подписчики по поводу пришествия Иисуса Христа, которое должно состояться в этом месяце, в 2020 году, 20 сентября. На одном из каналов одна верующая женщина распространяет свои откровения, которые, как заявляется, не только у нее одной, но и у многих других русскоговорящих жителей с разных концов земли. И всем снятся сны, и всем идут пророчества, и всем идут увещевания Духа Святого, что Господь Иисус Христос придет, чтобы восхитить свою церковь. Ну а дальше начнется чипирование, клеймирование, там антихристы придут и все дела. Ну, в общем, идет срочное предупреждение, что Господь Иисус грядет. И вот до 20 числа нужно в общей сложности приготовиться к Его пришествию. Ну а с вами я, Эль Гений, бывший служитель Евангелия, у которого за плечами 20 лет христианской жизни и христианской практики. И уж поверьте, зрители мои дорогие, чего только я за 20 лет не видел и не слышал, на какое только время года или календарную дату не переносили и не объявляли пришествие Иисуса Христа. История имеет множество фактов, которые с легкостью можно найти в интернете, о пришествии Иисуса, где те или иные лидеры церквей, целые движения, верующие, так называемые пророки, пророчествующие и всякие предсказатели, объявляли в определенное время и дату пришествия Иисуса Христа. И при этом всем они заявляли, что Иисус им открылся, и называли конкретную дату. Например, адвентисты с 7 дня пророчествовали о приходе Иисуса, также свидетели Еговы говорили о его пророчестве, и многие-многие другие предсказатели. Что происходит с людьми в этой сфере, я, конечно же, не знаю. Может быть, кто-то из них просто пиарщики, у кого-то наваждение, или, как это принимается в христианстве, как бесовское наваждение или прелесть. В общем, как бы там ни было, но даже само Евангелие предупреждает верующих людей, что вот будут говорить, что Христос там или там, не верьте им, не верьте им. Также говорится, что никто не знает ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. Но, несмотря на все это, эти верующие так или иначе пытаются высчитать даты, пытаются произвести различные отчеты, просчеты, даты пришествия Иисуса. Но мы видим, что все их даты оказываются ложными по одной простой причине, потому что считают не от того основания и фундамента. И могу объяснить вкратце, потому что нам преподносится дата в виде 2000 лет от Рождества Христова. Но я думаю, что, скорее всего, 2000 лет могла быть какая-то другая дата, другая ситуация или другое происшествие, ну, в общем, или событие. Но это так, чисто моя фантазия, потому что я пришел к выводу, что христианству не может быть 2000 лет. Хотя мы привыкли жить в такой системе мира, где все даты у нас пишутся от Рождества Христова, и мы ставим всегда дату 2020. Ну, в всяком случае, в этом году, в следующем году будем писать 2021, ну и так далее, пока опять события не сменятся, не поменяется какая-то парадигма, не сменится что-то в нашей системе, в матрице, ну и что-то будет другое. Так вот, они никогда не просчитают никакую дату пришествия Иисуса. По первой причине это то, что сама дата в 2000 лет является искусственно созданной. По моему оценочному суждению и по моему собственному анализу. Потому что у нас практически нет никаких доказательств, что христианство существует 2000 лет. Даже официальная церковь существует, официальная церковь существует около 1000 лет. И то каких-то официальных доказательств тому мы не находим. По одной простой причине, самой элементарной, потому что у нас отсутствуют христианские кладбища старше 200-250 лет. Единичные раскопки христианских кладбищ, стоп-стоп-стоп, кладбищ, раскопки, но они показывают, что они не христианские. Потому что христианской символики в этих раскопках кладбищ нет. А есть древние народные орнаменты и узоры. Также в ютубе очень много исследователей древних храмов, которые свидетельствуют о том, что христианство пришло на славянские земли и вытеснило ту веру, которая была до христианства. Потому что под различными христианскими узорами, под толстым слоем штукатурки, некоторые находят совершенно другие орнаменты в древних храмах. О чем свидетельствует нам это, что до прихода христианства здесь было абсолютно иное мировоззрение. Плюс по официальной версии славянские народы увидели Библии и перевод только в XIX веке. Был закончен перевод. Получается, наши деды и прапрапрапрапрапрапрадеды и прапрапрабабабушки верили в христианство, но Библии никогда в жизни не видели. То есть, получается, на слово верили священникам и ходили в церковь. Если поднимать многие различные документы и исследования, вникать во все происходящее, то можно прийти к следующим выводам, что все вот эти пророчества о Христе ложные. Я имею в виду о пришествии Христа. Дальше, что я хотел бы еще выделить и заметить в этом. Я считаю на основании своего анализа, изучения и личного опыта, что пришествия Иисуса Христа никогда не будет. Никогда не будет, потому что в этом нет никакой необходимости. Почему я так считаю? У меня на эту тему есть видеоролик, который называется, по-моему, «Эль Гений о пришествии Иисуса Христа». Что-то в этом роде. В общем, найдете его у меня на канале. Так что Иисус, по моему мнению, не вернется, потому что в этом нет абсолютно никакой необходимости. Ну и, в общем, поживем, как говорится, увидим, но уже сотни пророчеств были, ни одно из них не сбывалось и не сбудется. Хотя я могу, конечно же, подозревать, и не исключаю, если нам могут устроить голографическое пришествие Христа. Ведь технологии далеко-далеко-далеко шагнули вперед.